Добрый день, Леонид Яковлевич. Здрасте. Леонид Яковлевич, у меня самый основной вопрос следующий. Если не в сегодняшней ситуации, то что для Путина черный день? Вы знаете, для него черный день это когда он лишится власти, я думаю. Я не думаю, чтобы он соотносил свои настроения с положением подведомственного народа. Я не верю, к сожалению, в то. К сожалению, потому что это плохо, когда так думаешь про главу государства своего. Но я, к сожалению, не верю в то, что его волнует наша безопасность, его волнует наша жизнь и так далее. Мне кажется, что, опять же, к глубокому моему сожалению, за время правления он много раз показал, что это для него все недорого стоит. В вашем вопросе, как я понимаю, другой вопрос. Почему же он денег не дает? Соответственно, конечно. Но денег, мне кажется, он не дает по нескольким соображениям. Во-первых, он считает, что это деньги его. Вот просто он настолько идентифицирует себя с государством, что все государственные фонды – это его личные фонды. Я думаю, что он так думает. Я же, разумеется, не знаю. И это как с отдачей долгов. Почему их тяжело отдавать? Потому что берешь чужие, а отдавать должен свои. Вот он должен отдавать свои с его точки зрения. Во-вторых, я думаю, что он не до конца понимает, поставив сам себя в условия полной информационной изоляции, он не до конца понимает, насколько тяжело положение миллионов людей. Просто миллионов людей, которые действительно не знают, на что они будут покупать еду завтра, через неделю и так далее. У нас очень много бедных людей в стране, реально бедных, у которых нет вообще никаких накоплений, вообще никаких запасов и так далее. Которые живут действительно от зарплаты до зарплаты. Ну, это же ужасно, действительно. Причем, надо понимать, что вот эта проблема, чтобы эти люди не остались голодными, это вовсе не только проблема этих людей. Это проблема и тех благополучных их сограждан, которые не хотят взрыва преступности и грабежей. Ну, а что делать человеку, если ему не на что купить хлеб? Что делать, если не на что кормить детей? Ну, вот, на что угодно пойдешь, понимаете, в такой ситуации люди, боюсь люди, пойдут. И третье, почему он не хочет сейчас распаковывать кубышку. Я думаю, что он, ну, тоже связано с непониманием, но непониманием же другой ситуации. Я думаю, он действительно верит в то, что на протесты выходят и протестуют только люди, которых на это сподобил Госдеп или там, я не знаю, Навальный или еще какой-нибудь негодяй. Вот, и что они частично обмануты, частично подкуплены. Что, как бы, вот множество тех, кто может выйти протестовать и бунтовать там и так далее. И множество тех, кто должен быть получателем денег, они не пересекаются. То есть, для него, как бы, вот этих голодных корми не корми, а вот эти негодяи, Госдеп, Навальный, они все равно людей будут выводить на улицу. И поэтому он кидает деньги правоохранительным органам, он закупает для них новое оружие и так далее. Вот я думаю, что дело обстоит примерно так. Ну, мне так кажется. То есть, можно ли предположить, что для него большую опасность представляют возможные социальные протесты, которые могут перерасти в какие-то иные, более агрессивные и неконтролируемые формы? Вот это для него именно черный день. Ну, конечно, это. Конечно, это. Потому что это будет его черный день, а не наш. Понимаете? Наш черный день – это бедственное положение многих наших сограждан. Кроме того, это угроза жизни многим из наших сограждан. Понимаете? Просто реальная угроза жизни. Разумеется, никто не отменил смерти от инсультов, инфарктов, просто от старости или аварии на дорогах. Но вот тут появился новый фактор, от которого люди умирают. Вот, знаете, вот у меня, например, снаряды все ближе падают. Я там еще две недели назад, я не знал никого, кто в больнице или там болен или прочее. Сейчас я уже знаю несколько человек. Вот. И часть из них в тяжелом состоянии находится. То есть, это вот тоже очень опасно. Конечно, можно быть и хуже. Естественно. Знаете, здесь старый анекдот, чем пессимист отличается от оптимиста. Пессимист говорит, что хуже некуда, а оптимист говорит, почему некуда? Может быть, еще много хуже. Вот я в этом смысле, конечно, оптимист. Но, тем не менее, конечно, та ситуация, которая требует от государства прямых действий, а не болтовни про Джека Лондона и любовь. Вот это вот как раз без него можно обойтись. А вот деньги выдавать может, к сожалению, только ухо. Женщик Яковлевич, на ваш взгляд, все же, что еще должно произойти, чтобы Путин принял решение о прямой помощи граждан нашей страны? Может быть, все-таки бунты. Может, все-таки бунты. Бунты могут выразумить. Знаете, была старая студенческая песня про то, что у бегемота нету талии, он не умеет танцевать, а там какой-то рефрен был. Его по морде били чайником, научился танцеваться. Вот, в общем, понимаете, чайник это такой, в этом смысле, очень хороший инструмент. Ну, если нормально, вот языка не понимают. Но вот говорят, что в Северной Осетии, по крайней мере, пообещали прямые выплаты. Уж не знаю, дали или нет. Тоже, скорее всего, обманули, как обычно. Но, по крайней мере, пообещали. И опять же говорят, что некоторые ОМОНовцы, честь и махвала, отказались выполнять приказ о разгоне. Из числа местных жителей, вероятно. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Хотя, знаете, никогда нельзя лишать человека права на человеческий поступок. Понимаете, Яковлевич, мы вскользь с вами затронули деятельность Алексея Навального. Как вы считаете, в свете последнего расследования про Елену Малышеву, для Елены Малышевой черный день наступил? Да нет. Да нет. Ну, неприятно, конечно. Конечно, неприятно. Конечно, ее там все получат. Но, в общем-то, американцы у нее дом не отберут, если она на законных основаниях купила. А о нашем начальстве, конечно, неприятно. Конечно, она переживает какие-то неприятные моменты. Но, надо сказать, вообще, конечно, знаете, когда я на это смотрю, то это просто отвратительно. Не только то, что она вот такие деньги где-то то ли украла, то ли как-то иначе сделала. Даже если ей платят такие деньги, то это тоже отвратительно, конечно. А вот вся эта стилистика, вот этот дворец, вот это золото на мраморе. Это же, понимаете, вот это вызывает тошнотворный рефлекс. Ну, тут же там это сенатор Нарусова, который просит включить компанию, которую пытается купить ее дочка Ксения Собчак в число самообразующих. Это вот ровно вот это выражение не то, чтобы тошнит, но вырвет. Вот все-таки отвратительно все это смотреть. Чисто с клинической и медицинской точки зрения здесь явно какие-то, наверное, признаки каких-то нарушений, как вы считаете? У кого? Ну, у тех, которые такие дворцы себе возводят. Ну, я не знаю. Их же многие себе возводят, понимаете? И воры в законе, и этот самый, помните, был начальник таможенной службы Вильяминов, что ли? У него ровно такой же был дворец. То есть, они вообще такие. Это просто очень низкий уровень культуры. Это жлобство такое. Как говорит Елена Малышева, это норма для них. Для них это норма. Понимаете, я не уверен, что это патология. Есть такое определение болезни, что болезнь это то, что сокращает жизнь и снижает работоспособность. А все остальное не болезнь, а особенность. Понимаете, говорят, если ты любишь вечером в рюмку другую выпить, то какие-нибудь радикальные антиалкогольные борцы могут сказать, что ты алкоголик. Но если у тебя от этого жизнь не сокращается, не появляется соматических болезней, и твоя работоспособность от этого не падает, то это просто твоя привычка. Ты так живешь, собственно говоря. Это твое дело, никого не колышет. Я не думаю, чтобы вот это жлобство с золотом на мраморе и унитазом из цельного бриллианта, чтобы это можно было считать болезнью. Отклонением каким-то, нет? Это отклонение от каких-то божеских заветов. Ну да, конечно. Но это отклонение от образа жизни нормального человека. Но это настолько вычурно, это даже вот вы правы, что ты смотришь, и ты не понимаешь, и внутренние такие ощущения испытываешь совсем нехорошие. Ну да, конечно, конечно, конечно. Ну да, это глупость, конечно, плюс ко всему. Я думаю, что это сцеплено с низким интеллектом. Я думаю, что госпожа Малышева еще и дура, хоть столько, так сказать, себе денег сделала, все равно дура. Ну, мне так кажется. Но это не болезнь. Это нельзя лечить. Это можно помочь злечайникам. Вот это да. Так лечится. Так лечится. Леонид Яковлевич, и еще один вопрос про еще одного нашего героя, который в последнее время у нас визбатит, это Владимир Соловьев. Для него черный день в связи с дебатами с Уткиным наступил, наступает? Или это тоже его пройдет стороной? Ну, вы знаете, я думаю, что он понес серьезный имиджевый ущерб сейчас. Не только из-за Уткина, а в целом. Я думаю, что для него это все предельно неприятно по-человечески. Предельно неприятно. Но я не думаю, чтобы он от этого реально пострадал. У него не отнимут его программу, он будет продолжать выступать, он будет на этом продолжать зарабатывать, естественно. И так далее. Хотя, конечно, видно, что он как-то... Ну, не знаю, мне кажется, что он раньше вел себя не так, как сейчас, немножко иначе. Вот, мне кажется, что он раньше действительно был более способен к реальной полемике, чем сейчас. Он раньше не боялся сильных оппонентов. Сейчас, по-моему, боится. Ну и так. Никайш, я вас благодарю. Спасибо вам большое. Спасибо.